Открытие Центра китайского языка и культуры – результат совместных усилий нескольких учреждений Брестского технического университета, Института Конфуция по науке и технике, а также Северо-Восточного китайского вуза. Торжественная церемония, посвященная официальному запуску проекта и промежуточный итог большой работы и начала нового пути одновременно. У Центра большие перспективы, но многое ещё только предстоит сделать. Однако уже сегодня специалистам есть чем поделиться с брещанами, увлечёнными языком и культурой Китая. Записалось для изучения китайского языка 30 преподавателей студентов нашего университета, человек 30 из других организаций. Проводятся занятия две смены. Ну, пока ещё, так скажем, изучение идёт на стадии изучения букв, изучения букваря китайского. Уже немножко начинается и разговорная речь, бытовая, но интерес к изучению огромный. Центр может и должен стать хорошей площадкой для белорусско-китайского диалога и сотрудничества. Такое мнение не раз звучало в ходе торжественной церемонии открытия и было подтверждено делом практически в тот же день. В университете стартовал международный молодёжный турнир по робототехнике. Умники и умницы с синёкой и поднебесной приехали в город над Богом, чтобы в честной и конкурентной борьбе определить, кто из них является главным специалистом по роботам. Робототехника достаточно интересная тема и как бы на нашей кафедре она, если так можно сказать, продвигается. Вот, в этом семестре у нас, ну, впервые нам принесли роботов, на которых можно было поучаствовать в этом конкурсе. Нам предложили, как бы, наш заведующий кафедрой нам предложил попробовать песни, ну, как бы, свои силы в этой сфере. Мы решили, почему нет, за пару дней подготовились, как-то так получилось, что у нас пошло довольно неплохо, мы прошли финал, нам сказали, что надо ехать в Брест на конкурс, ну, и, получается, вот, мы уже теперь тут выступаем. Как мы увидели, здесь есть команды намного сильнее нас, и люди занимались, подготавливались к турниру намного больше, но мы всё равно не теряем духа. Эти соревнования дают возможность китайским и белорусским студентам наладить диалог в сфере образования, науки и техники. Это действительно замечательная возможность. Я благодарен белорусской стороне за проведение такого мероприятия. Турнир в Бресте – вторая часть масштабных соревнований. Первая прошла в Минске несколькими днями ранее. В областном центре Брещена участники заставляли своих железных подопечных проявлять чудеса скорости на гонках, а также ловкость и снороку при исследовании смоделированного межпланетного пространства. Основная цель этих соревнований – это белорусско-китайское сотрудничество среди молодёжи, в первую очередь среди университетов, научно-техническое сотрудничество. То есть наша задача – установить контакты, построить будущее, возможно, контакты для более серьёзного взаимодействия. Работотехнический турнир – это очень хорошая площадка для построения таких контактов. Второе – это популяризация научно-технического творчества среди молодёжи. Прошедший белорусско-китайский молодёжный турнир оказался хорошей площадкой не только для битвы умов. Мероприятие дало возможность участникам найти друзей, единомышленников или даже коллег. В современном мире, где автоматизация и роботизация – всего и вся, явление стремительное, налаженные контакты и совместная работа способны принести максимум пользы в оптимальные сроки и привести к успеху практически в любой сфере деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok